Девушки всегда хотят хорошо выглядеть, но даже самый стойкий макияж теряется на фоне жирного блеска. И сегодня косметические марки предлагают универсальное средство для борьбы с такой проблемой – матирующие салфетки. Разберемся, что же это за продукт. Салфетки представляют собой небольшие лоскутки из целлюлозы или рисовой бумаги, которая пропитана специальным составом с полимерами. Проникая в кожу, они впитывают кожное сало, таким образом устраняя жирный блеск. Слой тонального крема или пудры при этом не повреждается, и макияж остается нетронутым. Многие салфетки имеют схожий состав. Наиболее популярны такие вещества, как пудра, которые придают матовость лицу, ароматизаторы, которые придают особый приятный аромат, эфирные масла тоже придают аромат матирующим салфеткам, тальк убирает излишки кожного сала, сульфат алюминия подсушивает кожу, оксицинка также подсушивает и матирует кожу. Пудра забивает поры, временно маскируя прыщи, угри и сальный блеск. Если наносить ее каждый раз, как только лицо заблестело, к вечеру на коже будет уже не косметика, а скорее маска, только не лечебная, а вредная, провоцирующая дополнительные высыпания. После использования салфеток такого эффекта не возникает, и в этом их главное преимущество. Они дезинфицируют, защищая кожу от микробов. Но пользоваться ими постоянно косметологи все-таки не рекомендуют. Они не предназначены для этого. В некоторых матирующих салфетках содержится спирт, что является огромным минусом. Салфетки, содержащие спирт, могут высушить кожу, даже жирную. Салфетки не предназначены для умывания и для глубокого очищения. Ароматические отдушки в составе могут вызвать аллергию. Кстати, чем меньше бумага по размеру, тем быстрее она расходуется. Обычно, чтобы освежить лицо, нужно две салфетки. Обращайте внимание на целостность упаковки. Если салфетки контактировали с воздухом, вместо красивой и матовой кожи вы получите раздражение и прыщи.